В 44-й школе китайский язык, китайская культура изучается с 2003 года, то есть уже достаточно давно. За это время сделано очень многое и в том числе вот то, что мы можем видеть сейчас вокруг. То есть мы находимся в одном из кабинетов, это лингофонный кабинет, который открыт в 2016 году при непосредственном содействии посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь и лично чрезвычайного полномочного посла господина Цуицимина. Он приезжал сам на открытие этих лингофонных кабинетов. Ну а вот буквально полгода назад к двум лингофонным кабинетам, которые уже функционировали в нашей школе, добавился еще и класс конфуции. Год назад я здесь начинаю учиться китайскому языку с 3-го класса до 9-го класса. Но кроме на уроках мы учимся китайский, еще учимся китайской культуре, например, мы сейчас сделали. Это елогриф, си мы сделали, еще и другие любые, панда, тыква, еще и бабочка, все мы можем сделать. Но сейчас наши дети делают. А сейчас мы находимся в кабинете, который и является основой класса конфуция. Класс конфуция, это же, естественно, не только вот само это помещение. Это достаточно большой процесс по объему, процесс который подразумевает несколько направлений. В первую очередь, конечно, это изучение китайского языка. Но китайский язык просто немыслим без культуры, а одной из основных частей китайской культуры является, естественно, их традиционная чайная церемония. Будем работать и в этом направлении. Достаточно большие успехи у нашей школы на протяжении многих лет были и в направлении традиционной китайской гимнастики УШУ с различными ее, ну скажем так, направлениями, подвидами. Поэтому это тоже будет частью работы нашего класса конфуция. Будем надеяться, что благодаря вот такому многостороннему, или как сейчас модно у нас говорить, многовекторному развитию, наш класс конфуция займет достойное место среди ему подобных, по крайней мере, в Беларуси, а может быть и не только. Следите за новостями на портале городвитебск.бай Редактор субтитров А.Семкин